Друзья, на связи Мускулшоп и сегодня поговорим о том, как установить и закрепить чведскую стенку в распор в домашних условиях. То есть, почему в распор? Потому как чведская стенка имеет принцип домкрата, то есть она распирается, укручивается нижняя часть на резьбе. Таким образом она распирается, поэтому она и называется крепление в распор, пол-потолок. Такой вариант подходит кому? То есть, если у вас дома есть место, куда установить чведскую стенку, есть желание, но у вас, к примеру, как у меня в моем случае, стена из гипсокартона. То есть, к ней крепить чведскую стенку будет неправильно, некорректно и, скорее всего, при нагрузке, особенно если вы планируете, к примеру, повесить боксерский мешок на чведскую стенку, ее просто вырвет со стены вместе с молями, на которые вы будете крепить. Ну, моли, это так называются крепежные элементы, которые крепят именно к гипсокартону любые несущие конструкции. Если у вас стена из гипсокартона, либо же стена из рыхлых материалов, то есть, такие как ракушняк, либо газобетон, то вы в большинстве случаев не сможете закрепиться хорошо, правильно и корректно к этой стене. Хотя существуют специальные, так называемые, химические анкера. Они, правда, стоят денег, но они гораздо лучше крепят в рыхлые материалы, то есть, в газобетон, либо в ракушняк еще можно закрепить. В случае с гипсокартоном тут уже проблема выше, потому как там некуда заполнить полость. Обычно там за гипсокартоном вся эта стена, это пустота, и то есть, заполнять, ну, это слишком дорого. Поэтому в таком случае, если у вас не зашит потолок, вот как у меня это плита перекрытия, то вы можете купить шведскую стенку и поставить ее в распор, то есть, распереть ее между полом и потолком. Такое крепление довольно надежное, ну, правда, здесь оно у меня еще крепится дополнительно. У меня кронштейн сделан, но это уже самодельный, для боксерского мешка. Мне нужно было вынести его гораздо дальше от стены, чтобы он не мешал при работе. Вот, я его вынес где-то здесь примерно полтора метра, может быть, чуть больше. И, соответственно, я закрепился в потолок. Но, вообще, достаточно крепления пол-потолок, то есть, если вот это крепление снять, стенка у меня стоит жесткая, не шатается, не болтается, никуда не падает. В моем случае, здесь высота потолка у меня 220, это слишком мало для нормальной, корректной работы шведской стенки. То есть, мне, по большому счету, нужно было перевешивать турник ниже, чтобы я мог подтягиваться нормально и не задевать головой потолок. То есть, я бы перевесил турник, но, естественно, мне пришлось бы подгибать колени во время подтягивания. Но, это не страшно, можно вполне нормально так заниматься. То есть, это не критичная ошибка. Но, я вешал турник выше, чтобы как раз сделать вот эту консоль вылет для боксерского мешка. Такую стенку в распор пол-потолок можно закрепить, если у вас плита перекрытия, то есть, бетонное основание, либо если у вас деревянные балки, то есть, в частном секторе вы живете, и вы знаете конкретно, где у вас деревянная балка проходит. Либо она вот прям здесь идет в основу, либо у вас лаги идут продольные, и вы знаете, где они. Тогда вы крепите, ну, вот эти распорки ставите под деревянные балки конкретно. Потому что, если у вас зашито доской, к примеру, и вы между балками не попали, а вот эти лапы находятся между балками, там обычно зашивают либо доской, либо USB, вы начнете продавливать и просто поломаете эту доску. То есть, балка, она имеет большое сечение, то есть, обычно это 100 на 50, либо там 150 на 200, ну, то есть, разного сечения не есть. Но вам желательно попасть именно в балку. То есть, что хочу сказать. Шведская стенка с таким креплением не требует дополнительно упор в стену. То есть, как часто думают, что если шведская стенка, у нее есть крепление в распор, и есть крепление к стене, то обязательно нужно и крепить к стене, и крепить в полпотолок. Нет. Один из вариантов предлагает производитель на выбор. То есть, если у вас стена не позволяет закрепиться, вы ставите полпотолок в распор. Если же у вас нет возможности полпотолок распиреть, вы монтируете в стену, если она у вас несущая. То есть, кирпич либо бетон. Два варианта креплений совсем не обязательно. Не путайтесь. Вот, думаю, вкратце я разъяснил и рассказал, как можно закрепить шведскую стенку в различных типах. То есть, если у вас стена несущая, вы крепите ее на кронштейны, на анкерные болты, которые обычно в комплект не входят. Но потому как разная толщина стены, у кого-то кирпич, у кого-то бетон, у кого-то другой материал. Соответственно, разная длина нужна анкерных болтов, поэтому производитель в основном не комплектует их анкерными болтами, а вы их покупаете уже в зависимости от того, какой у вас тип стены. То есть, если это кирпичная стена, то вам достаточно длины анкерного болта взять 60 мм. То есть, диаметр, если на шведских стенках ладос, это диаметр 10 мм и длина 60 мм. Вам этого будет достаточно. Количество анкерных болтов, которые нужно на такую стенку, 6 штук, 8 штук. Есть просто модели, у которых усиленные модели называются Атлант, Атлант Про, Торнадо. Вот там идут не 4 кронштейна в каждом по 2 отверстия, а 6, соответственно, по 2 отверстия в каждом. То есть, там нужно будет вам 12 анкерных болтов для того, чтобы смонтировать эту стенку. Но я вам скажу, зачастую хватает и 1, 2, 3, 4 и 6 болтов. Можно даже на 4 болта верхних закрепить. Но так, чтобы было совсем хорошо и надежно, лучше, конечно, использовать все отверстия, которые есть. То есть, каждый кронштейн имеет по 2 отверстия. Соответственно, вы покупаете 8 анкерных болтов. Вот в этом видео, я думаю, разъяснил, как крепятся шведские стенки. Почему они крепятся именно в распор, а не к стене. И кому какой тип крепления подходит. Если есть какие-то дополнительные вопросы, пишите все в комментарии. Подскажем и поможем с выбором шведских стенок. У нас, напоминаю, производство Лада шведские стенки. Это город Днепр их изготавливает. Они отличаются тем, что имеют толщину металла 2 мм. В отличие от конкурентов. Они имеют больший вес, большую жесткость конструкции. Прочное порошковое покрытие разного цвета и разной фактуры. Они исполняются как в белом, в черном цвете, в таком вот антикоцвет, в желтом цвете. Здесь имеются полиуретановые подушки, что не у каждого производителя встречаются. То есть, они вот такие с углублениями. Резиновые ручки с насечкой. В целом, стенка довольно хорошего качества. И мы доставляем их по Украине за свой счет. Поэтому заказывайте у нас шведские стенки по максимально выгодным и конкурентным условиям. Все ссылочки, как обычно, внизу под этим видео. Ждем в гости на нашем сайте Muscoo Shop. До новых встреч. Пока.